Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как я перешел с зеркальной камеры на беззеркальную, что этому предшествовало, как бы, и почему так вообще произошло. Я думаю, многим будет интересно, потому что сейчас, ну, такое время, когда можно не так дорого и несложно поменять систему, и вообще нужно ли это вообще делать. Я много лет снимаю на зеркальные фотоаппараты и всегда сомневался, думаю, стоит ли переходить на беззеркалку. Мне всегда казалось, что эта система еще не отлажена вполне, что еще у нее там есть какие-то свои проблемы, что нужно подождать, в общем, еще сыро все, сыро. Хотя у меня есть несколько друзей, которые перешли на беззеркалки уже много лет и всегда говорили, что это классные фотоаппараты, лучше, чем зеркалки, у них есть определенные там свои преимущества какие-то. Скажу сразу, что я снимаю преимущественно репортаж, то есть если я снимаю какую-то съемку, я снимаю людей, это активные всегда какие-то подвижные моменты, я снимаю также и портреты, но много у меня репортажей. Мне всегда казалось, что зеркальный фотоаппарат быстрее и беззеркалка она будет там тупить, что-то заедать. Мне так казалось. Мои друзья все используют Sony, хотя я абсолютно не сторонник какой-то конкретной фирмы, то есть я не буду говорить, что там Кэн лучше всех или там Sony лучше всех. Я вообще это считаю глупыми разговоры эти. Но тем не менее, у моих друзей у всех были фотоаппараты Sony, но они непривычные. Ты берешь после Кэна Sony и тебе непонятно. Точно так же, как если ты возьмешь после Sony какой-то другой фотоаппарат, тебе так же будет неудобно. Мне казалось, что там какое-то сложное меню, в общем, субъективно мне не нравилось, поэтому я как-то не рассматривал этот вариант вообще. А еще каждый несколько раз в год к нам приезжают разные фирмы в город и проводят различные мастер-классы, тесты техники. Естественно, они преимущественно привлекают новых каких-то клиентов к себе, проводят мастер-классы, и ты можешь протестировать какую-то технику. Я на такие мероприятия хожу регулярно, когда они проводятся, если у меня есть возможность такая. Но тесты техники меня интересуют, вообще почти не интересуют, потому что, ну что можно понять, там за, не знаю, за 30 минут куча людей в какой-то комнате находишься, вообще непонятно. Ну никогда ими, особо этими тестами я не занимался, не интересовался. Ну там, возьмешь руки что-нибудь, покрутишь, положишь, ничего не понятно. Нужно там съемку какую-то осмысленную провести, да, чтобы какое-то у тебя впечатление о камере сложилось. Вот, и здесь приезжает в прошлом году к нам фирма Canon со своей тоже презентацией техники и с мастер-классами. Мы решили с другом поехать на такой вот мастер-класс, вот, но мы не рассчитали немножко времени и приехали раньше, чем нужно. У нас был запас времени минут 40 где-то. Ну а в той комнате, где проходил тест техники, было немного людей, причем это была такая большая, обширная такая студия, просторная, не интерьерная, а классическая такая, одна стена белая, одна черная, очень люблю такие штуки. Вот, и мы просили, взяли фотоаппарат, нам дали камеру, как раз беззеркальную Canon EOS R, дали объектив какой-то портретный, и я решил поснимать друга. Сделал буквально несколько фотографий, там, посадил его на стул возле окна, сделал несколько кадров, причем почти без дублей. Камеру не настраивал, потому что я не знал, как ее настраивать, там, вообще, ну, после зеркалки она непонятная. Там, какие-то режимы автофокуса, ну, она была настроена так, чтобы следить, там, по лицу или по глазу, я уже не помню. Вот, и я сделал несколько, там, фотографий, тут же на экране посмотрел и впечатлился. Я был впечатлен, потому что на зеркальном фотоаппарате, у меня 5D Mark III, я всегда делал несколько дублей, даже снимая портрет, на открытой диафрагме всегда снимаешь несколько дублей, потому что ты не уверен, попала ли у тебя резкость, куда надо, или не попала. А здесь же я увидел, что все кадры, которые я делаю, резкость там, где надо, причем, ну, я смотрел только на экране фотоаппарата сначала, там, как бы, не было возможности воткнуть в компьютер. Потом выбрал наиболее удачный кадр, отметил его звездочкой, прям в камере. Опять же, мне понравилось то, что там дисплей, на который можно, ну, нажимать прямо на сам дисплей, а не только кнопками управления. Вот, и взял фотографию друга, и мы тут же напечатали на принтере, который там был у ребят. Качество было запредельное, и мне запало в душу вот этот момент сам того, что автофокус попадает туда, куда нужно. Причем камера была такой же по скорости, как моя третья пятерка, абсолютно ничем не отличалась. Вот, и мне как-то это настолько понравилось, потому что я пришел домой и понял, что, ну, пятерка очень много вот, ну, проседает в этом плане. То есть я много должен сделать дублей, потом я, как бы, должен сделать много отбора из этих вот дублей, да, выбрать фотографии, на это уходит много времени. А здесь же ты просто жмешь на кнопку, и у тебя все получается. Вот, и я начал искать такую камеру на авито с рук, потому что я очень много техники покупаю с рук, фото. Я вам потом отдельно запишу видео, если будет интересно, да, о том, как я делаю выборы и как покупать в принципе. Почему так, почему с рук? Вот, например, эту третью пятерку, которая у меня была до вот этой вот беззеркальной камеры, это была моя основная камера, я покупал у своего товарища за 70 тысяч рублей 4 года назад. Сейчас ее продал за 54 тысяч. Ну, условно говоря, я за 4 года заплатил 15 тысяч рублей за пользование этой техникой. То есть, если бы я покупал новый, а на тот момент она продавалась еще новой, она стоила 160 тысяч рублей. То есть, условно говоря, я потратил бы за 4 года, потерял бы 100 тысяч рублей, а здесь всего 15. Точно так же я вот купил эту камеру беззеркальную с рук, поискал на авито, нашел приемлемый какой-то вариант для себя, вот и купил. Это видео более такое обзорное, просто вводное. В следующих видео я расскажу о том, что мне понравилось конкретно в беззеркальной камере, что не понравилось, чего я боялся, что оказалось совершенно не так, как я ожидал. Вот, а это видео просто более общее такое, чтобы рассказать о том, в принципе, почему я стал переходить на беззеркалку. Вот, просто из-за того, что автофокус меня поразил. Тут в этой камере нет даже настроек, в принципе, подстройки и объектива, потому что, например, в пятерке, у меня в третьей, я знаю, в четвертой она есть, не помню, во второй у меня была или нет такая настройка, да, когда ты можешь подстроить объектив, то есть, если он у тебя не попадает, там, back, front, focus, то ты можешь немножко подстроить его там в каких-то пределах. Вот, здесь этой настройки, в принципе, нет в беззеркальных камерах, потому что они как бы не могут промахиваться, у них совершенно другая система автофокуса. Вот. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. И смотрите следующий ролик, в котором я уже буду конкретно рассказывать о плюсах и минусах беззеркального аппарата. Всем спасибо за просмотр. Пока.